Зрителям и слушателям всегда было интересно, что происходит за кадром. Голос радиоведущего – это лишь та малая часть всего, что доступно потребителям информации. Кто работает и живет на радио, об этом нам поведал Сергей Довгалюк. Коллектив и работа всегда являются частью жизни, можно сказать, третьей частью жизни, потому что приходится общаться с этими людьми, контактировать, ну и налаживать хоть какие-то отношения. Бывает хорошее, бывает не очень, но моя обязанность как руководителя, именно чтобы эти отношения между мной и моими подчиненными, а также между моими коллегами, были всегда хорошими. Так что да, коллектив и моя работа – это моя жизнь. На радиостанции работают порядка 20 человек. Это не единственные обитатели радио. Радийная семья содержит питомцев, которые отлично снимают стресс. Это и дружелюбные псы, коты, а также черепаха. Работа на радио имеет свои особенности. Отвечая на вопрос, какими качествами должен обладать журналист или ведущий радиоинных передач, Сергей Довгалюк отметил такие качества, как исполнительность, пунктуальность, умение грамотно выражать свои мысли и самое главное – стремление к самосовершенствованию. Важно уметь выкрутиться из любой ситуации. Все это происходит как за кадром, никто не видит, что здесь происходит. А реально здесь иногда такие авралы происходят, когда компьютер выключается, что-то перестает работать или начинают твои же коллеги издеваться над тобой. Во время эфира тебе надо что-то сказать, тебя чуть ли не щекотят. Так что этих ситуаций много. Единственное, хочется сказать, что чем меньше радиослушатель их слышит, этих провалов, тем лучше для нас. Самая главная цель радиостанции – это удержать и привлечь как можно больше слушателей. Для этого внедряются такие технологии, как интерактив, смс-портал. Связь должна быть двусторонней, считает программный директор. Новый сезон будет насыщен новыми интересными передачами. По субботам вы сможете насладиться музыкальным проектом 101,4 минуты танцевальной музыки. По пятницам новый проект «Инь-янь» – битва полов в прямом эфире. Это и множество других не менее интересных программ вы сможете услышать на волне радио нашего города. Стараемся на празднике выпускать программы, которые единожды выходят. Например, 14 февраля у нас скоро будет, и у нас готовится проект, который будет называться «Час признаний». То есть, признайся в любви на волнах «Октоберадио» – это не очень-то и обычно. Плюс вы за это еще и получите подарки. То есть, слушайте «Октоберадио», звоните к нам в эфир, получайте подарки и радуйтесь им и радуйте своих близких. Слушайте радио, принимайте активное участие в конкурсах и просто наслаждайтесь музыкой.